В Гомеле открылись областные Покровские образовательные чтения. Это региональный этап международных рождественских чтений, тема которых в этом году нравственные ценности и будущее человечества. Форум прошел в видеорежиме. Он транслировался по всем райисполкомам Гомельской области и администрациям районов Гомеля. Его участниками стали руководители отделов епархии, представители светской власти, директора учебных заведений. Нравственные ценности будущего человечества. Это очень интересная тема, тема обширная, тема для особенно молодых людей. Сегодня стоит выбор, какой сделает человек в своей жизни добра или зла, какие ценности. Мы предлагаем базу именно христианских ценностей. Человеку, который бы на евангельском чтении, на евангельских ценностях всех, созидал свою будущую жизнь, созидал свою семью, воспитывал детей. Никто не говорит о том, что человек должен бежать в церковь, но чтобы его совесть была чиста, чтобы он по совести поступал, чтобы он уважал ближних своих и чтобы он заботился о своем государстве. Говорили о том, что только совместными усилиями церкви и государства можно спасти подрастающее поколение от безнравственности в эпоху всеобщего соблазна. Обменивались конкретными методиками воспитания, обсуждали программу основ православной культуры для пятых-девятых классов. Сегодня уже совершенно очевидно, что социально-экономические кризисы тесно связаны с кризисом духовно-нравственных устой в обществе. Исторический опыт свидетельствует, что нация, народ вырождается и исчезает из истории не тогда, когда в нем появляется слишком много людей с патологическим поведением, но когда в общественном сознании исчезает, падает до некоторого критического уровня понятия нормы, должного и ценного. И чтобы общество осознало грядущую ему опасность, необходима сила, обладающая пророческой обличительной способностью и волей. В тысячелетней истории Руси эту роль всегда выполняла православная церковь. Представители церкви призвали руководителей образовательных учреждений активнее опираться на поддержку епархии в вопросах воспитания, проявлять инициативы и приглашать священников.